Перед вами фундук, сорт трапезунт, а полгода тому назад, ночью 8 января, ударил мороз, минус 27 градусов. Пострадали многие плодовые культуры, остались без урожая персик, абрикос, многие сорта винограда, о винограде мы будем позже говорить, пострадал грецкий орех, в основном в степных и в придгорных районах. В городах кое-где остались орехи грецкие, но мы, как видим, фундук у нас в полной силе. Мне кажется, что от мороза он становится более устойчивым и более урожайным. Вот сейчас мы находимся в фундуковом саду или лесу, как его правильно назвать, я не знаю. Видите, посадки загущенные, большой уклон, где-то градусов 40-45, тенистый лес такой. Сейчас мы более подробно об этом поговорим с вами. Обратите внимание на урожайность. Вот первый сюжет. Мы снимали куст фундука, на солнечной стороне находился. А вот это в лесу, где, в общем-то, довольно-таки темно, загущенные посадки. И мне кажется, урожай в загущенных посадках, под пологом, так сказать, более сильный. Ну, это видно. Вот много существует на эту тему предрассудков, что надо более широко рассаживать фундук. Ну, вы видели, что очень плотные посадки, во-первых. Во-вторых, сорняков под этими посадками нет. Последний раз, может быть, лет 30 там что-то пахалось или копалось. Лист, падая осенью, создает толстую такую подушку, которая играет в первые годы роль мульчирующего слоя. А затем, перегнивая, удобряет эту почву. То есть, не надо ни удобрений никаких вносить. Вот в лесу, это же лесное растение. Кто в лесу там удобряет? Медведи разве что. И вот этот лист, перегнивая, улучшает структуру почвы. На больших склонах, грунт здесь смытый, с углинок. Почва, можно сказать, неплодородная. И особенность фундука еще заключается в том, что на хороших почвах фундук жировать начинает в ущерб урожаю. То есть, растут побеги, а урожая нет. А вот здесь, ну я вам так хочу сказать, что урожаи чередуются с хорошими и с очень хорошими. Вот в прошлом году был такой нормальный урожай, а в этом году опять сверхурожай.